Здравствуйте! Хотите знать, что купить любителю игр в вашей жизни? Больше не беспокойтесь, так как Бэт Инфлуанс дает вам полную информацию о рождественских вкусностях, включая наше специальное руководство по покупке из-за рубежа. И наш главный обзор на этой неделе — мир иллюзий Микки и Дональда на Мега Драйв. А теперь я буду бродить по единственному музею в мире, посвященному компьютерам. Дамы и господа, на самом деле, прежде чем мы пойдем дальше, может ли кто-нибудь старше 19 лет просто выйти из комнаты на минутку, пожалуйста? Они ушли. Хорошо, остальные идите сюда. Следующий фрагмент на самом деле не для вас, экспертов игры. Это то, что вы могли бы назвать услугой Санти. Вы поняли, к чему я клоню. Просто подумал, что стоит дать вам знать. Хорошо, так что извините за следующее. О, вот и вы. Хорошо, теперь они могут вернуться снова. Дамы и господа, Бэт Инфлуанс гордостью представляет свой путеводитель для идиотов по рождественским компьютерам. Я благодарю вас. Первое решение, которое вы должны принять — это купить компьютер или консоль. Даже такие дорогие консоли, как это Neo Geo, стоят дешевле, чем большинство компьютеров. Они очень просты в использовании, потому что игры поставляются на картриджах, которые подключаются и сразу запускаются. Но они предназначены только для игр. Компьютеры оснащены клавиатурами и стоят дороже — около 400 фунтов стерлингов за самые популярные из них. Они требуют определенных технических навыков для загрузки программного обеспечения, как правило, с таких дискет, как эти. Но их можно использовать для многих вещей, а также для игр. Системы рисования, подобные этой, обработка текста для создания музыки и так далее, и так далее. Так что, если вы просто хотите играть в игры, выбирайте консоль. Если вы думаете, что, возможно, захотите заниматься и другими вещами, заплатите дополнительные деньги и купите компьютер. Консоли, которые вы увидите на главной улице, производятся двумя основными компаниями — SEGA, звездой которой является Sonic, Ёж с отношениями, и Nintendo, известная благодаря Mario, бруклинскому водопроводчику. Старые консоли называются SEGA Master System и NES, что расшифровывается как Nintendo Entertainment System. Это так называемые 8-битные консоли, и это старая технология. Мы не рекомендуем покупать их новыми. Вы можете дешево приобрести 8-битные машины в комплекте с кучей игр из старых рук, так как люди продают их, когда покупают более дорогое оборудование. Новейшие консоли называются 16-летбитными. Это SEGA, Mega Drive и Super NES. Они играют в более быстрые игры, у них намного лучшая графика и звук, и для них создается множество игр. Но купить их дороже, примерно от 130 фунтов и выше, и игры тоже обойдутся вам намного дороже. Конечно, вам может понадобиться карманный компьютер. Есть 4 основных устройства, и все они поставляются вместе с игрой. Самое дешевое — это Supervision, который имеет монохромный экран и стоит около 39,95. В нем также есть самые дешевые игры, примерно по 15 фунтов каждая. Next — самая популярная — Game Boy, которая стоит около 70 фунтов. Тоже монохромная, но в случае отличных игр каждая примерно по 25 фунтов. Есть также два цветных карманных компьютера. Игры для обоих стоят около 30 фунтов стерлинга. Во-первых, игровое оборудование, которое стоит 100 фунтов, но вы также можете превратить его в телевизор за дополнительные 60 фунтов, купив этот TV-тюнер. Тогда есть вот эта Lynx, которая также стоит 100 фунтов и технически, вероятно, лучше, хотя игр для нее не так много. Какую бы систему или карманный компьютер вы не купили, мы рекомендуем использовать один комплект с игрой, потому что это всегда будет дешевле, чем покупать игру отдельно. Но убедитесь, что это действительно игры, в которые вы хотите играть. И еще одно последнее предупреждение. Не покупайте ничего, что рекламируется дешево, как снятый с производства или старый товар. Вы можете получить выгодную сделку по оборудованию, но вполне возможно, что вы никогда не найдете игр для игры на устаревшей системе. Но теперь вернемся к современным системам. И наш главный обзор на этой неделе – мир иллюзий Микки и Дональда на Mega Drive. В этой истории дует Диснея фокусники-любители, которых засосало в волшебную коробку и перенесло в странный и удивительный мир, где все не совсем так, как кажется. Вот Джеймс! Это моя разновидность игры. Вам действительно нужно подумать, чтобы пройти через это, но это очень весело. В графике есть что-то волшебное, что делает ее фантастической. Вы попадаете на разные уровни, проходя через самые странные места. Этот аквариум привел меня в гигантскую комнату с удивительными вещами для изучения. В одиночном режиме игры вы можете быть либо Микки, либо Дональда. Если бы я сейчас играл за Дональда, у меня было бы совсем другое приключение. Это режим для двух игроков. Микки и Дональд ведут за собой, чтобы помогать друг другу прогрессировать. Все дело в решении головоломок с помощью командной работы. Мне бы очень понравилась эта игра. Она выглядит превосходной, в нее очень легко играть. Она обязательно к Рождеству. Я люблю эту игру. Она красивая, от нее пахнет прямо как в мультфильме. Это масштабная игра с огромными уровнями. Они действительно думали об этой игре. В ней есть несколько приятных штрихов. Я обязательно куплю эту игру. И вот окончательные результаты для Микки и Дональда Волтоффа. Всем понравилось. Мальчики дали ему 5 баллов из 5, а девочки 5 из 5. Рождественские колокольчики, динь-дон, динь-дон. Рождественские колокольчики звучат в моей песне. Привет, скользкие без ноги. Я просто немного прибираюсь в сарай, готовясь к Рождеству. В любом случае, вот чит для Тетриса на Геймбой. А теперь, если вы такой же гениальный игрок, как я, и вам хочется немного посоревноваться, попробуйте это. На титульном экране нажмите пуск и вниз вместе. Тогда вы получите маленькое сердечко рядом с номером вашего уровня, и вся игра ускорится. Теперь, если она идет слишком быстро для вас жалких типов, просто поставьте игру на паузу, нажав пуск. Теперь обычно, когда вы нажимаете пуск, вы не видите, какой блок будет следующим. Но если вы сейчас нажмете выбрать, то откроется ваш следующий блок. Так что вы можете немного подумать. Верно. Я думаю, что продолжу свою уборку прямо сейчас. Может быть, вместо этого я просто наведу небольшой порядок. Вот так. Только что закончила 452 уровень. Эти карманы игры возможны только из-за того, что компьютеры и компьютерные чипы становятся все меньше и меньше за последние несколько лет. Но здесь, в Бостоне, они только что потратили более миллиона долларов на создание самого большого компьютера в мире. У машины монстра экран высотой в два этажа. У нее клавиши диаметром 30 сантиметров, и она может похвастаться самым большим микрочипом в мире. И вы даже можете видеть, как внутри движется электричество. И это действительно работает. Используя этот гигантский шар-трекер, вы можете заставить компьютер подсказать вам кратчайший маршрут между любыми двумя городами. Хорошо, нажмите кнопку. Ваш стартовый город – Бостон. Бросьте шарик. Затем нажмите на кнопку, чтобы выбрать пункт назначения. Ваш пункт назначения – Лос-Анджелес. Мы ищем кратчайший маршрут. Пожалуйста, подождите. Пройдите через Нью-Йорк, Цинциннати, Наклахома-Сити, Феникс и Лос-Анджелес. Выставка в компьютерном музее в Бостоне. Это единственный музей в мире, посвященный компьютерам. И он охватывает все от роботов, от графики до игр. О, на самом деле я не играю. Она написана и воспроизведена машиной. Да, классная музыка. Да. А теперь немного о нашем потрясающем компьютере. Плохое влияние – мальчик. Это самый старый компьютер в музее «Вихрь». Он был построен 47 лет назад. В 1945 году он использовался армией для расчета того, куда попадут снаряды. Это та проблема, которую армия хотела решить. Как это ружье могло поразить эту цель? Давайте расположим ружье под углом 45 градусов и сколько мешков с порохом, чтобы увидеть. Оно выстрелит? Я так не думаю. Слишком короткое. Вместо микросхем в «Вихре» использовались клапаны. И они были настолько ненадежны, что не могли работать более нескольких минут без поломки. Многие инженеры все время бегали бы вокруг, пытаясь выяснить, какие клапаны сломались, и быстро починили бы их до того, как вражеские танки смогли бы двинуться. Одним из основных применений компьютеров сегодня является создание изображения и манипулирование ими. Это компьютер, который делает это со мной. И это. И это. Вау! Но самой первой картинкой, с которой нужно было манипулировать внутри компьютера, был этот ребенок, который, вероятно, был удивлен, когда машина превратила его в линейный рисунок. Этот чайник очень знаменит. Почему? Потому что исследователь по имени Мартин Юл искал простой объект кривой формы для программирования в своем компьютере. У него на столе стоял этот чайник, поэтому он тщательно сфотографировал и измерил его. Затем он ввел все координаты в свой компьютер. Другие исследователи просто позаимствовали данные Ньюэла, и на мир обрушился поток компьютеризированных чайников. На заре появления компьютеров и роботов многие люди задавались вопросом, захватят ли машины власть над миром. Эта часть музея посвящена машинам, которые могут думать самостоятельно. Конечно, самые ранние роботы были довольно страшными. Не потому, что они были мега умными, а потому, что они могли врезаться в вас. Новейшая машина с искусственным интеллектом немного полезнее. На самом деле, эти машины настолько умны, что сегодня мы смогли заменить нашего оператора одним из них. Он надежный, дешевый и никогда не выходит из строя. Здравствуйте. Выньте вилку из розетки. Они вызывают помощь, которую мы получили. Более подробная информация о компьютерном музее содержится в разделе «Данные» в конце программы. Но теперь пришло время для новостей и анонсов этой недели. Первая игра с мега-драйвом, которая действительно отличается от других и блестяще. Эхо был дельфином, который жил счастливо и счастливой жизнью, пока таинственная вихренья вырвал большую часть жизни. Эхо использует гидролокатор, чтобы разговаривать с другими морскими существами и помочь ему разгадать тайну. Графика и музыка – одни из лучших, которые мы когда-либо испытывали на мега-драйв. Мы рассмотрим его, когда он выйдет в январе. Если вы просто не можете решить купить компьютер или консоль, Amstrad решила вашу дилемму. Это хитро названный Mega PC – бизнес-компьютер и мега-драйв в одном флаконе. Чтобы заменить его на мега-диск, вы сдвигаете эту панель, подключаете джойстик вот так, а затем кладете в корзину вот так. И вы можете забить на Соника или передумать, и вместо этого перейти к электронной таблице. Скоро появится Mega Drive и SNES – это другой мир. Это одна из новой волны игр, которые будут выпущены в обоих 16-битных форматах. Эта игра перенесет вас в межпространственные приключения и использует кинематографические увеличения и крупные планы, чтобы создать иллюзию пребывания в фильме. Бросьте меня в дрожь, Бёртлерс. Это чит для Monkey Island 2 на Amiga. Итак, эта игра поставляется с 11 дисками. Но если вы хотите резать, 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 резать мечом, Джоп, атакуйте, убивайте. Извините. Если вы хотите отказаться от реальной игры, то попробуйте вот это. В начале игры нажмите Alt и W вместе. Вы пропустите всю игру и выиграете. А затем вы можете отдать свои 11 дисков на салфетки ваших мамы и папы. А теперь скажите, где это сокровище. Взгляните сюда, детка. Нет? Следующий. Ага. Я богата. Продолжайте. Уходите, уходите сейчас же. Сокровище. Где-то там она говорит. Я нигде не могу его найти. Теперь это моё сокровище, а теперь уходите. А теперь ещё несколько обзоров игр. Поскольку Доктор, кто возвращается на наши телеэкраны, вот новая игра для Амиго, Стрик, Си-64 и ПК. Доктор, кто атака далеков, это стрелялка средней цены в аркадном стиле. Вот человек, который справится с огранами и далёками. Это было очень хорошо анимировано, и звук хороший. Графика в некоторых местах немного неоднородная, и это очень сложно. Например, сегодня на этих монстров уходит целая вечность. Сейчас я в Лондоне, и там полно далеков. Как всем известно, поле не действует на далеков, поэтому мне нужно обзавестись более серьёзным оружием. В данный момент я пытаюсь найти какую-нибудь серьёзную огневую мощь. Это больше энергии, я просто собираюсь получить ещё немного энергии прямо сейчас. Вы обнаруживаете, что стреляете более или менее постоянно в этой игре. У меня уже начинает болеть рука. Эта игра довольно безжалостна. Всегда есть во что стрелять, и через некоторое время это может стать немного утомительным. Я могла бы купить эту игру, но она не входит в мой список. Это очень хорошая цена, но это не самая захватывающая игра в мире. Я был фанатом Дока 2, мне очень хотелось это увидеть. Основные спрайты немного разочаровывают, но враги отличные, и звуковые эффекты работают. Мне не нравится эта игра. Она слишком сложная, и трудно следить за доктором на заднем плане. А что касается оценок за доктора кто, то мальчики дали ему 3 балла из 5, а девочки 3 балла из 5. Боюсь, только средние баллы. Dragon's Lairn Zessner – это платформенная игра с очень знакомой сюжетной линией. Какая-то сумасшедшая женщина попала в плен к злодеям. И как обычно, наш герой должен спасти ее. Где бы мы были без мужчин? Вот Алекс сыграет храброго рыцаря Дерзкого Дирка. Это тяжелая игра, над которой вам действительно придется поработать. Я видел это на Amiga, но эта система намного лучше. У него отличная графика и отличный звук. Эта игра не похожа на оригинальную аркадную версию, но пусть это вас не смущает. Спрайты двигаются действительно хорошо, и вся игра представляет собой плавную прокрутку. Здесь есть несколько прекрасных монстров, а главный спрайт Дерзкий Дирк действительно необычно выглядит. Может быть, это выглядит немного просто, но поверьте мне, мечом очень трудно управлять. Один из моих любимых спрайтов – этот маленький флуоресцентный монстр. Вы должны ударить его своим мечом и убить, а затем вы сможете пробежать до конца уровня. Удовольствие от игры займет у вас около 10 лет, тогда это определенно все. Она не идеальна, но не за горами. Я определенно покупаю эту игру. Я думала, что эта игра была чрезвычайно сложной, а мечом немного трудно управлять. Я думаю, что это выглядит действительно хорошо, и я люблю главного героя. Это настоящая первоклассная игра с отличной графикой. Мне нравится, как двигается герой. Я определенно покупаю ее. А что касается оценок за логово дракона, то мальчики поставили ему очень хорошие 4 балла из 5, и девочки тоже поставили ему 4 балла из 5. Дворецкие, вы застаете меня в середине написания списка рождественских открыток моим многочисленным друзьям и знакомым. Энди, нет, я не думаю, что буду утруждать себя в этом году. Вайлетт, нет, она не прислала мне ни одного в прошлом году. Зетт, нет, вы не можете написать его имя по буквам. О, это все. Ну что же. Это более быстрый чит для нагрева выхлопных газов на SNES. Он работает только тогда, когда вы уже на пределе. Все, что вы делаете, это нажимаете на букву L и букву R вместе, чтобы разогнаться еще больше, до 400 км в час. Верно, я очень занят. Мне нужно продолжать подготовку к Рождеству. Ага. Колючка. Дорогой Спайке. Грустный человек. В последнее время мы получили много писем и звонков в офис с вопросом, разумно ли покупать компьютеры и игры в Америке, потому что там они намного дешевле. Хелен Питт из Ланкастера спросила, пожалуйста, пожалуйста, не могли бы вы сказать мне, работают ли американские мегаприводы в Англии или нет? Мой папа говорит, что они этого не сделают, потому что электрические токи здесь другие. Вы можете что-нибудь сделать, чтобы изменить их? Ответ таков, Хелен, это сложно, но мы постараемся вам это объяснить. Давайте возьмем в качестве примера машину, о которой вы говорили, американскую версию Megadrive, или как ее называют в штатах машины Genesis. Теперь, включая и же Sonic, это обойдется вам в 120 долларов, что по текущему обменному курсу составляет 78 фунтов 42. В Великобритании такая же посылка стоит 129 фунтов 99, так что на первый взгляд это выглядит как настоящая сделка. Но когда вы возите американскую машину в Великобританию, вы должны заплатить нечто называемое импортной пошлиной в виде НДС, что составляет общую стоимость 97,31. И это цена, по которой мы ее импортируем. А у вас есть американская машина, предназначенная для работы на американском электричестве, в которой используются разные вилки. Итак, чтобы использовать американскую машину в этой стране, вам понадобится британская вилка, которая стоит около 15 долларов. Таким образом, ваша общая стоимость сейчас составляет 112,31 доллара. Другая проблема в том, что американская телевизионная система отличается от нашей, поэтому Genesis не будет работать с обычным британским телевизором. Машину можно переоборудовать, но это очень дорого. Однако некоторые современные телевизоры имеют специальный разъем, называемый SCART. Если вы купите провод SCART, еще 10 фунтов, вы сможете их подключить. Это должно сработать. Но у вас может быть черная окантовка сверху и снизу, и на некоторых телах вы сможете получить только черно-белую картинку. И ваша общая стоимость сейчас составляет 122,31. Общая экономия составляет всего 7, и у вас нет никакой гарантии. Американский супернес обойдется вам, включая пошлины и налоги в 113,53. Вам все равно придется купить провод SCART, а с ловушками вам понадобится профессиональная помощь, чтобы перемонтировать сетевой провод. Тележки с селками в Америке тоже разные, посмотрите. Они более громоздкие, немного другой формы, и в них встроены защитные цепи. Так что, Violet, пожалуйста. Большое вам спасибо. Чтобы запустить британские тележки SNES на вашей американской машине, вам понадобится один из них, конвертер. Еще 15 фунтов или около того, но тогда вам понадобится американская игра, чтобы обойти защиту. Так что вставляйте это. Это работает именно так. Таким образом, общая стоимость американской SNES составит 158,53 фунтов. А это на 10 фунтов больше, чем у британских селков. И хотя на данный момент большинство игр Mega Drive будут работать в любой стране, мы слышали, что Sega собирается начать также строить защиту. А как же карманы и компьютеры? Машины и игры универсальны, но у вас все равно будут проблемы с проводами питания и ТВ-тюнерами, а экономия на карманных компьютерах в любом случае очень мала. Конечно, какую бы игру или машину вы не подумывали купить в любой стране. Ознакомьтесь с ней первым номером в журнале «Плохое влияние». У нас также есть информация из сегодняшней программы в информационном потоке. И если вы пришлете нам конверт с адресом с маркой, мы вышлем вам распечатанный информационный бюллетень. Конкурс на прошлой неделе состоял в том, чтобы выиграть грозу, приставку к пистолету для Mega Drive, плюс некоторое программное обеспечение и потрясающую футболку Бэтт Инфуанс. Мы спросили имя актера, сыгравшего отца Индианы Джонса в фильме. И ответ, конечно же, таков. Большое вам спасибо. Первый ответ, правильно определенный нашей системой случайного отбора, был получен от Криса Бёнфилда, который живет в Уинди-Ридж, из Гринстит, Западной Сассекс. Молодец, Крис. Все это уже на пути к тебе, приятель. В конкурсе на этой неделе мы разыгрываем три Atari Lynx с возвращением Бэтмена. Вопрос вот в чем. Британская система телевизионной передачи называется PAL. Это PAL. Как называется американская система телевизионной передачи? Отправьте свой ответ на открытке или запечатанном конверте по обычному адресу с пометкой «Конкурс», чтобы он пришел не позднее следующего понедельника. И увидимся на следующей неделе.